Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал Радио Центр Сангейс. Начинай свои программы. И сегодня у нас среда, 3 августа, время в Чикаго. 11 часов утра, время в Москве и в Киеве, 7 часов вечера. У нас на связи на экране доктор Борис Увайдов. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую, Михаил. Да, рад вас видеть в добром здравии, с витаминами. Видно на вашем лице, они проявляются в полной мере. Не то, что тут у нас все как-то запастеризованное. ГМО, да, ГМО. Модифицированные продукты. Ну, дорогие друзья, обращаюсь к вам, наши радиослушатели. Мы сегодня ведем с доктором Увайдовым третью передачу в такой теме обширной, как борьба с раком, причина раковых заболеваний, в котором в этой теме доктор Увайдов большой специалист, поскольку проработал много лет на территории Мексики, в Тихуане, где как раз находится центр, и там много центров, на самом деле, находят центры по исследованию раковых заболеваний, в чем причина, и методы борьбы с ним. А также он написал книгу, ставшую бестселлером. Эта книга называется «Победа над раком». Вот так прямо и называется. Ну, надо сделать последнее, что мне остается, это сказать такой дисклеймер о том, что радиостанция не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире, и, в общем-то, мы можем только соглашаться или не соглашаться, и рекомендации о лечении нам доктор Увайдов не дает, который сам в этом деле разбирается и очень хорошо. Это все находится под, скажем так, эгидой определенных органов, которые установили определенные вот эти правила поведения, и что можно говорить, чего нельзя говорить. Наши координаты – это www.sungatesradio.com, это телефон 847-226-9956, и это Skype SunGates 108, SunGates «Солнечные ворота», по английски на конце буква «S» – SunGates 108. Ну, давайте мы теперь тогда приступим к нашей беседе. Мы остановились на том, в прошлой программе, продолжая тему причин раковых заболеваний. Мы говорили с вами о питании, да, мы говорили о образе жизни. Ну, давайте продолжим, доктор, вам слово. Да, ну вот я хочу поговорить о том, что доктор Гоффман, вот, известный в Америке профессор диетологии, также он, по-моему, и профессор физиологии, обследовал у жителей Ханза много лет, он был там, кстати, с женой, и делал обследование, научное обследование, почему жители Ханзы живут по 120, по 140 лет. Ханза – это провинция, правильно? Это государство. Это государство? Где? Да, жители Ханзы. В горах дальше, где Пакистан. То есть, вот именно недалеко. И при том, это горное селение, по которому не было вообще цивилизации. И после обследования он написал книгу «15 секретов жителей Ханза». Вот, и там он говорит, что все жители, все жители, они работают с утра до вечера, до заката солнца, и никогда нет рака, никогда нет головной боли и других заболеваний. То есть, погибает от физиологической изношенности, от старости. Это здоровая физиологическая старость. Мы погибаем и умираем от болезней. То есть, это патологическая, неестественная смерть. Естественная смерть – это когда человек чувствует и хочет как бы заснуть навсегда. Это как ты идешь спать, поскольку у тебя глаза закрываются, ты сонный, тебе хочется спать. Никакого мучения. Тоже самое смерть. Ты заснул и больше не проснулся. Так вот, эти дети природы. Значит, что говорит доктор Гохман? Что главная пища у жителей Ханзе – это абрикосы и косточки абрикоса. И вот в Мексике, где я практиковал, там они вкалывали витамин В18. Это и есть амигдалин. Из этого горьковатого косточки абрикоса делают витамин В18, который является противоапухолевым. Значит, нам всем не хватает этого. Его называют Леутрио. Он нелегален в Америке, хотя делает его нелегальным. В таблетках, в инъекциях я не знаю, но в таблетках они где-то продают. В Европе легально. В России и на Украине витамин В18, пожалуйста, легально. Дальше. А еще раз, Борис, скажите, у нас в Соединенных Штатах его нет? Леутрио запрещен законом. В В17 запрещен? Запрещен. Вот Леутрио сам, потому что те компании немецкие, которые выпускают Леутрио, он запрещен в Америке. А сам витамин где-то продается, может быть. Где-то продается. Я думаю, Б-комплекс, Б-17, я, честно говоря, даже не знаю, не могу сказать. Вы можете назвать причину хотя бы примерную? Почему он должен быть запрещен, если он действительно такой, помогающий в геронтологии, допустим? Все, что помогает излечить, запрещено. Закон. Все, что помогает излечить, запрещено законом. Совершенно верно. Врача не разрешается. Вот смотри, Райф машин, мы говорили уже. Райф доказал, из 16 раковых больных вылечил все 16. Однако его оклемили, что он шарлатан. Это великий ученый, который сделал 40 открытий. Ну, я не хочу влезать в политику, но просто я хочу сказать, что в природе всегда имеются средства, которые полностью нейтрализуют и излечивают онкологию. Было, есть и всегда будет. Так, теперь мы остановимся на других проблемах, которые говорит Хильда Кларк, известная врач. Я лично, кстати, видел ее и лично с ней разговаривал в Мексике. Но она была настолько напуганной, что не было возможности так по душам поговорить, откровенно. Она находилась под страхом. Так вот, что она говорит? У нее там специальные, значит, целые страницы посвящены. Одна из причин онкологии – это зубы, это десны, это болезни полости рта. Значит, что она говорит? Все металлические коронки, руд-каналы, потом вот эти пломбы ртутные – это все ведет к болезням и к раку. Да, я вам хочу сказать, что у меня есть знакомая, которая, прочитав эту книгу, ну, у меня тоже есть эти книги и эти запоры, да, мы об этом уже говорили. Так она пришла к своему донтисту и попросила полностью переделать все то, что у нее все эти пломбы, все эти мосты, коронки, которые там были, я не знаю. Она попросила все переделать. Значит, он сказал, зачем? Она ему попыталась объяснить, он сказал, я этого не понимаю, это делает весь мир, почему ты хочешь менять, я не знаю, но, так сказать, плати и меняй. Вот, и она все поменяла. Вот, вообще-то в Америке существует Biological Dental Association. Они знают, для чего менять. А простые дентисты не понимают и не знают. К ним опасно ходить вообще. Значит, вот эти рут-каналы практически не закрывают и не устраняют инфекцию. После рут-канала всегда будет инфекция. Кто это говорит? Это говорит профессор Прайс, который 25 лет, обследовав тысячи-тысячи больных, приходит к заключению, что как бы вы ни делали рут-канал, там будет всегда инфекция. Это инфекция во рту, она будет в крови, потому что со слюной идет эта инфекция дальше, значит, желудок, кишечник, а потом кровь. Так вот он делал интересное обследование. Он, значит, работал в Кентаке, и там на кроликах, значит, больных, у кого рут-каналы, он брал слюну и вводил кролика. И кролики погибали в течение 24 часов. Таким образом, за 25 лет умерло 12 тысяч кроликов. Представляете, да, какой опыт и доказательство того, как токсичен рот, в котором находятся рут-каналы, коронки и вот эти пломбы. Вот, значит, ртутные пломбы, они отлично сидят. Я, кстати, у себя тоже, мне сделали, я ничего еще не знал, не понимал. Но главный стоматолог Москвы еще в хрущевские времена запретил по всей России, по всему Союзу, делать ртутные пломбы. Значит, он знал о вреде. Значит, по всему Союзу не делали эти ртутные пломбы. Ну, по-моему, это знают уже довольно все. И в Америке, по-моему, даже ртутных термометров не выпускается. На всякий случай, они могут разбиться. Вот, они сами работают в масках, эти самые, и хирурги, и дентисты работают, знают, что это яд. Но как же этот яд допускать, значит, в виде пломбы? Это же все просачивается со слюнами. И это доказал профессор Прасс. И его ученики. Значит, его книга тоже надо почитать. Вот. Это все, вот, это расшатывает здорово иммунную систему. А все, что понижает иммунную систему, ведет к хроническим болезням и к раку. Так вот, что говорит Хильда Кларк в заключении? Если у вас вся эта патология во рту, пожалуйста, уберите, возьмите, сделайте экстракцию. Не пожалейте денег, не пожалейте времени. Каждый делает свое решение. Вот. Вот был такой Бутейко. Он тоже самое утверждал. Гениальный человек. Он помнишь, да? По дыханию. Да. У него целая система, да, по Бутейко была. Она и есть, на самом деле. Ну, кстати, он взял, доктор Бутейко взял это из древнего индийского трактата Пранаяма, Йога Патанджали. Он взял там очень много из этого турконазвателя. Нельзя было, поэтому назвали система доктора Бутейко. На самом деле, это часть Пранаямы, дыхание для, от смерти. Да. Ну, это доказал на научной основе, но мы говорим это для чего? Для того, чтобы он сам выдернул все зубы, которые были рукканалом. И всем друзьям говорил, что если хотите вообще восстановить здоровье, уберите источник инфекции. Борис, я вам могу сказать, есть очень хороший метод, как это все от этого избавиться. Знаете, какой? Надо подождать. с возрастом у всех зубы как бы должны уже поменяться, в смысле вылететь. И тогда вставные зубы, там нету никаких ни коронок, ни мостов, ни пломб, ртутных никаких. Правильно? И все замечательно. Такой вариант тоже может быть. Правильно? Все логично. Но станет ли человек живой и здоровым этому времени, да? К этому времени. Не известно. Логично тоже, да. Логично. Вот. У меня был один друг Харви Биггинсон. У него отняли лайсенс. Это были в штат Аризоны. Я у него работал. Это был очень способный американский врач-терапевт, который применял холистическую медицину. Из-за этого у него отняли лайсенс. И он тогда вот очень был смелый такой, бесстрашный. Было трое детей. Как только у него отняли лайсенс, он нищий стал. Был богатый уважаемый человек. Но он пошел против эстебличности и уехал в Мексику. Всем он когда он говорит я вас не буду лечить, он онкологией занимался, пока вы не уберете все болезни зубов и десен. и не лечил. люди постоянно подчиняясь ему ходили к биологикал дентиси. Кстати, там недорогие были в Мексике. Там лучше. Но и сейчас недорого относительно. у них есть знания каким образом убирать вот эти ртутные пломбы. А у обычных дентистов никаких знаний нет. И понятия нет. Вы знаете древние люди в прошлые века будем так говорить. Вот два момента было. Когда рабовладелец покупал себе рабов было такое время то первым делом осматривались ну не первым делом но одно осматривались зубы. Вот если были здоровые крепкие зубы он это видел тогда скажем при всех остальных параметрах этот выбирался раб для работы потому что тогда это был показатель здоровья. Кроме этого лошади тоже всегда осматриваются зубы. То есть это действительно показатель здоровья мы к этому относимся как-то совсем спустя рукава будем так говорить. Понимаешь когда появился сахар то естественно и антибиотики зубы полетели значит и у детей и у взрослых у всех начались проблемы зубами. сахар вытаскивает кальций получается декальцификация и все продукты которые содержат сахар он вытаскивает кальций и нарушает обмен веществ тоже ведет к различным хроническим болезням. Дальше искусственные витамины ведут к болезням и онкологиям. Все искусственные они не усваиваются клеткой как результат расшатывается иммунная система. Господь Бог создал только естественные натуральные витамины в самих продуктах в корнях цветах в листьях. Вы же знаете есть такой продукт известный но известный он опять же относительно известный это стивия. Вот стивия это натуральный продукт который заменяет можно сказать сахар но продукт вот я допустим употребляю этот продукт вытяжки из этой стивии это специальная формула есть в 40-60 раз значит она слаще процессированного сахара но абсолютно не имеет никаких сайд эффектов и плохих воздействий на организм ну а сама стивия сама как трава она в 300-400 раз слаще чем процессированный сахар поэтому всего лишь навсего надо брать эту стивию и все но почему-то сахар производится естественно как индустрия как бизнес и без этого никуда не деться сегодня как по-другому создать не на основе стивии она намного дороже будет стоить создать даже те всякие кондитерские изделия ну зачем вообще искусственный сахар я вот не понимаю когда бог создал естественный сахар да сейчас прекрасные персики виноград пошел дыни арбузы вот абрикосы вот естественно сухофрукты тоже можно потреблять зачем искусственный сахар вообще я не понимаю если он вреден его надо оставить раз и навсегда другое дело сделать какое-то лекарство чайный грипп пускай он кушает кстати вот чайный грипп президент реген я слыхал я не знаю это правда или нет вот он в Германии лечился у него тоже была онкология он принимал вот этот чайный грипп и есть есть научные данные из Германии что вот этот чайный грипп он усиливает иммунную систему через обмен веществ печени там очень много глюкроновой кислоты вот ну вот смотрите когда сахаром мы кормим сладким чаем он потребляет чай и сахар перерабатывает сахар и выделяет новые вещества там очень много энзимов витаминов кисломолочной палочки очень много полезных ферментов для пищеваривания чайный грипп стоит копейки вот нужно его распространять кстати лет 20 тому назад я выступал с группой бизнесменов американцев они взяли меня на телевидении чтобы я рассказал о том какая польза в этом я выступал в Санта-Барбаре также о том что вот этот чайный грипп он же был завезен в Америку с Европой в Америке не знали его до недавнего времени а в Европе он был очень долгое время вот сази его завезли вот все что укрепляет иммунную систему улучшает обмен веществ очищает кровь вот улучшает энзимы питает нашу кровь витаминами все восстанавливает наше здоровье и дает сопротивляемость к любой онкологии вот теперь дальше я хочу обратить внимание мало очень людей просвещены в том что все бутылочные масла за исключением кокосового масла не рафинированы их нельзя употреблять в пищу в том случае что они токсичны вот сами оливки очень полезны оливковое масло если правильно технологически выдавить и сразу как бы залить в темную тару стеклянную то тоже можно употреблять отдельно от пищи но корпорации они делают в большом количестве и получается окисление тут же вот для того чтобы окисление дает прогорклость горькое масло никто не будет потреблять поэтому бизнесмены придумали химические фильтры через которые проходят эти масла и пастеризуют дважды при температуре 250 градусов цельсия и все масло в масле нет никаких энзимов витаминов полезных веществ и после пропускания химическим фильтром все масло становится токсичным и химическим а пишет колп пресс холодного пресса а как скажите определить тогда это масло хорошее или оно нехорошее никак не знаешь просто надо узнать откуда это масло вот и в италии да я например больше доверяю Либанон или же Арабские Эмираты и так далее там они делают в маленьком количестве и оно должно быть зеленое и там должно быть вот это зеленое взвесь и обязательно в темной посуде потому что на свету она окисляясь превращается в горечь значит масло вы когда говорите простите вы когда говорите никак не проверишь это имеется ввиду что знаете я помню был фильм такой спорт лото там 88 по-моему так там спрашивает там как шена спрашивает Пуговкина скажите а можно есть эти игры он говорит можно тут только он говорит только отравишься поэтому можно употреблять масло можно только отравишься правильно значит можно если узнаешь можно и да надо подождать правильно вот ну и соответственным образом родственники потом расскажут скажите вы говорите вот это вот Лебанон да Ливия значит короче говоря да масло которое приехало там якобы оттуда да ну или неважно сделано там в зеленых бутылках значит надо смотреть короче говоря когда мы идем в магазин оливковое масло но есть же оливковое масло опять же экстра вирджин допустим экстра очищенное и так далее имеет значение вот это вот оливковое масло экстра мы же верим тому что написано правильно а там на самом деле могут быть вообще дрова там знаете я обращаю еще внимание если светлая бутылка значит не годится только вообще не брать не покупать вообще не брать никакие масла если светлая бутылка значит это обработанная химией и пастеризация и там ничего живого уже нет мало того а если простите обработанное вот как вы говорите все обработанное так как не надо обрабатывать и разлили ее в зеленую бутылку вот послушали все передачу нашу с вами и решили сделать бизнес сейчас никто не будет покупать в светлых бутылках взяли перелили в зеленые бутылки и продаются абсолютно то же самое да значит понимаешь наклейки всякие могут быть если аферисты аферисты которые там работают бизнесмены за это их не сажают они все что хотят они делают никак не проверишь никак не проверишь поэтому когда человек больной я говорю своим пациентам никаких растительных масел за исключением кокосового нерафинированного там уже нет такой фальсификации потому что там совершенно другая структура другая молекула цепных этих реакций вот она вообще не окисляется вот это сало не окисляется сливочное масло вот это топленое которое можно использовать зачем эти растительные масла и гадать хорошие они не хорошие но они практически 90% все плохие но если только целебные да знают люди простите как-то привыкли заправлять салаты опять же удобно жарить на масле хотя это уже по-моему многие знают о том что это конечно не надо делать а если жарить то мы на эту тему говорили то ли это сливочное масло то ли это должно быть самый лучший вариант это ги топленое масло если уже мы говорим о жареной какой-то пище а вот салаты ну вы знаете я вот как-то почему-то люблю заправлять сметаной салат ну настоящей сметаной имеется ввиду я тоже сметану нет а я тоже люблю сметану то есть вы не рекомендуете употреблять масло ни в каких бутылках да но если уж если уж никак то тогда только вот в зеленых и только с лебаном понятно я еще хотел сказать что нельзя вообще вот эти растительные масла нельзя смешивать с печей я говорю это когда в Москве был была специальная лекция семинар что там происходит и почему так вредно есть растительное масло с пищей первый вред который мало подозревает я не понял я вас перебью простите пожалуйста а я не понял а как не смешивать с пищей а как тогда по другому можно их отдельно пить что ли или как масло но вы смешиваете сначала выслушаем простите да значит вред заключается в том что когда смешивается пища с любым растительным маслом за исключением кокосовым то сразу сгущается кровь проверено мною через 20-30 минут я десятки если не сотни больных смотрел под темным поле зрения кровь через полчаса вся кровь сгущалась практически плохо передвигалась человек находился в каком-то сонном состоянии что там получается значит большой стресс на поджелудочную железу потому что пища не переваривается когда закрывается жирной пленкой первый вред не переваривается углеводистая пища во рту потому что тоже там пленка а у нас все фермены водорастворимые не жирорастворимые а вода а вот жиры в сметане допустим молочных они растворяются в воде значит приводные то есть наш желудок и наша свина может их переваривать значит дальше идем значит когда делаются эти как бы рафинируются эти масла они делают процесс хайдрогенизейшн есть хомогенизейшн для молочных продуктов а есть хайдрогенизейшн слыхал такое нет я слышал да термины но если объяснить я не смог бы вот там написано прямо хомогенизейшн молочных продуктов ну по-русски гомогенизейшн да ну хорошо хайдро ну в общем люди поймут гомогенизейшн генизирующие продукты да есть такое я помню да это по-русски я читал это так вот вот этот процесс он настолько неестественный настолько патологичный что он корябает когда идет и всасывается кровь это масло корябает сосуды внутреннюю стетку сосудов и после этого воспаляются сосуды и средний калибр и мелкие а мельчащие капилляры закрываются потому что все как бы опухшее и вот после этого холестерон начинает откладываться и получается артерия склероз об этом говорит доктор гохм значит опасно есть и молочные продукты homogenization и бутылочные масла которые я сказал нельзя их потреблять вот но можно потреблять другие масла которые я назвал хорошо все-таки вопрос такой не смешивать с продуктами но если мы заправляем салат мы уже смешиваем с продуктами а никто отдельно ведь его не употребляет это масло зачем его отдельно употреблять мы же не можем пить отдельно оливковое или какое-то другое масло просто отдельно все правильно но смотри да масло придает какой-то аромат и мы привыкаем масло значит вкусно и так далее но можно заменить допустим томатной пастой зная что это вредно но зачем я буду себе вред делать или там лучше сметана пожалуйста лучше какой-то натуральный майонез домашний сделать пожалуйста но зачем вот это жирное масло если оно причиняет вред вот но целебные масла ну допустим кедровое масло очень целебно принимай рыбий жир пожалуйста применяй это антисклеротическое рыбий жир но отдельно от пищи и можно даже с пищей вот это вот масло как его как называется печень трески это масло можно ну допустим ты ешь что-то допустим салат печень трески пожалуйста можно применить печень трески применить то можно только мы печень трески можем купить только в варианте консервном и там есть масло, но ведь вы же понимаете, что все консерванты чтобы это все хранилось там в банке, они же как раз таки совершенно не полезны мягко говоря, не полезны но вот есть сардины и шпроты там где не не потребляют эти там только вода и все вот это то есть научились делать, они продавали 3DJOS, до отъезда я там покупал. Ну и сейчас продается без сомнения подороже чуть-чуть чем в обычных магазинах, но вроде бы по определению там более так сказать халси, более здоровее что ли молочные продукты я тоже не советовал пастеризованные потреблять, они здорово расшатывают и закрывают мелкие сосуды вот, самое полезное как я говорю, лекарство это парное молоко, кумыс сыворотку тоже можно потреблять вот, здесь полно продают сыворотки, и я сам делаю сыворотку тоже ну вы знаете, мы тоже делаем сыворотку, мы берем молоко, которое ну сырое молоко понятия парного тут нет, но сырое молоко raw milk мы берем хуамишей после этого из этого молока ставим так сказать на скисание получаем сметану получаем творог получаем сыворотку на сыворотке кто хочет может что-то такое там делать оладьи типа сметана понятно для чего ну и молоко то есть творог понятно для чего то есть с галлона получается в общем-то достаточно немалое количество скажем творога настоящего творога того, которое было когда-то, когда мы были там маленькими как я помню там в деревнях это был такой творог и который когда-то еще продавался ну не здесь естественно ну я имею ввиду не в Соединенных Штатах к сожалению тут все пастеризовано и все убито живого тут нету ничего это же мы знаем так значит две проблемы мы рассказали еще хотел затронуть одну проблему очень важную что уже давно идет и в Америке и по всему миру поскольку земля как бы опустошилась и истощилась эпидемия щитовидной железы гипотеридез то есть болезни щитовидной железы из-за нехватка йода как не доказывай что там в соли есть йод его нету там вот когда-то клали был даже есть такая почему есть такая она называется я не знаю а если там йод называется йодистая соль она называется при транспортировке он улетучивается йод вот значит надо обратить внимание что эпидемия это значит 90% населения земного шара имеет заниженную щитовидную железу а потом как следствие аутоиммунные тиреидиты и гиперфункции это все уже поздние реакции вот тоже не хватает йода и кислорода микро-макроэлементов вы знаете у нас буквально пару дней тому назад была программа на специалист центра ритаборд она вела программу со своей напарницей из Калифорнии и как раз тема была щитовидная железа которая сегодня даже уже и мужчины то есть имеет очень много что в общем-то это как бы считается женская болезнь большей частью но уже очень много мужчин которые ну вот имеют проблемы со щитовидной железой да вот ну вот смотрите очень редко найдешь эндокринологов это вот старые эндокринологи которые умерли уже давно которые знали были очень грамотные и знали как восстанавливать эндокринную систему современные врачи к сожалению эндокринологи уже разучились и уже не знают главной причиной как восстанавливаются эти болезни особенно тем не менее тем не менее я простите вас перебью я знаю такого врача современного даже молодого можно сказать врача который разбирается в этих вопросах и успешно применяет на практике эти знания но там комбинация без сомнения знания медицины не только современной не только народной медицины а еще и медицины восточной скажем аюрведа но очень и очень действенно это работает более того даже у меня есть примеры в прямую прямые есть примеры как с помощью методики лечения было предложено вот этим доктором вот близкий мне человек вылечился так что да ну как правило да вы правы без сомнения нету индивидуальные некоторые личности попадаются в частности вот я с такой личностью беседую доктор Уайдов да шляпу так сказать мы снимаем это вы как раз таки так что спасибо так я что хотел сказать есть такой молодой Дэвид Энстейн Брэнстейн так вот он в Чикаго он профессор университета мединститута который преподает студентам и говорит друзья 95% моих больных имеют заниженную щитовидную железу все официанты значит все медики которые делают тесты говорят нормально 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 но эти тесты уже настолько устарели он говорит что нужно делать давно революцию по всему миру но однако же получается что земля плоская вот и он говорит благодаря тому что щитовидная занижена эпидемия раковых заболеваний включая лимфомы вот 60 заболеваний связаны с болезнями щитовидной железы а врачи не знают и вот он написал много книг три книги у меня в руках и он писал мне в велитине там журналы все я читал я говорю ну вот он пионер но почему мир до сих пор не принял этого ученого который в Америке уже десятки лет занимается вот он именно занимается проблемой щитовидной железы она связана с другими железами внутренней секреции и яичники и простата и вилочковая железа все под ударом и все начинает буксовать и надпочечники и поэтому администрация нарушена вот и больные идут к врачам они говорят все нормально вот десятки лет идут разрушительные процессы а люди не знают конечно будет рак вот поэтому каждый человек если хочет если ты разрешишь я скажу публике как проверить щитовидную железу скажите или даже точнее повторите мы много раз кстати вы об этом говорили да но да без сомнения это очень интересно у нас только время не так много остается окончальная программа но я думаю вы успеете значит первый тест это намазать йодом вот прямо вот здесь запястье так с обеих сторон вотрите это пятно должно держаться минимум 40 часов минимум и еще можете сделать сетку на печени но большинство людей даже не знает где печь с какой стороны да с какой стороны так вот если пятно уйдет раньше на следующий день допустим если вечером сделать утром не будет пятна не хватает в крови йода а значит и в щитовидной и в других железах второй тест это поставить градусник нас учит 36,6 оказывается 36,8 36,8 37 нормальная температура при которой вырабатывается три гормона щитовидной железы и третье это конечно гипоталамус и две значит шишковидные железа очень важные и гипофиз они связаны с щитовидной железой и значит если густая кровь никаких сигналов и обратной связи не будет и тоже будут проблемы щитовидной железы вот все это надо учитывать значит есть клиника холодные руки и ноги выпадение волоса плохая память нарушение менстрации дальше дальше идет значит невозможность забеременеть бесплодие у мужчин импотенция вот и доходит до ментальных расстройств особенно у детей всякие ментальные болезни вот поэтому кожа такая сухая вот неудовлетворение раздражительность неврозы это все заниженная функция щитовидной железы вот хорошо доктор спасибо дорогие друзья у нас сегодня программа с доктором Увайдовым это третья передача в цикле передач о причинах раковых заболеваний и мы будем продолжать эту тему и дальше значит наше время в эфире на этот момент вторник среда простите среда 7 часов вечера по московскому времени на восточном побережье это 12 часов дня на западном побережье это 10 часов утра Лос-Анджелес Сан-Франциско Сан-Диего ну и мне хочется поблагодарить доктора Увайдова за очень интересный рассказ за время которое он с нами проводит на нашем интернет-портале радиоцентра Сан-Гейтс и доктор вам успехов здоровья в первую очередь ну и до новых встреч спасибо друзья за внимание которое вы оказали спасибо Миша за время и за желание просвещать людей это очень важно хочу просто оздоравливать и ты помогаешь мне и тебе хвала и слава за то что ты уделяешь время для русскоговорящих людей спасибо большое на самом деле у нас есть еще доктор Увайдова говорит и по-английски на самом деле у нас еще очень и очень много темы мы планируем сделать прямую трансляцию где в живом эфире вы можете задавать дорогие друзья свои вопросы на любые темы и доктор Увайдов будет отвечать о времени и месте место понятно на интернете время и день мы сообщим заранее в фейсбук сангейтс радио пожалуйста приходите на эту страничку и вся информация будет там программа у нас записывается выкладывается в ютюб так что с этими программами можете ознакомиться там тоже еще раз мы благодарим с аватаром Будды вас доктор Увайдов и до новых встреч всего доброго до свидания Субтитры создавал DimaTorzok